Вот, обычно, знаешь, ты егерь, да, ты работаешь, а у тебя клиенты отдыхают. А здесь вот у нас три человека, и все трои сукой работают. Всем привет! Четвёртый день нашего пребывания на Волге, на рыболовной базе Пойма. О, пойдём сейчас ловить джигом, наверное, попробуем поискать судака. Ну, может, ещё и сама поищем. Вчера вечером пробовала ловить сама, но поклёвок не было. Ну, сегодня попробуем ещё покатаемся. Давайте. Вообще всё, вот он, вот он идёт. Ясь, 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 полосой прям. Тут и жерех, и лещ ещё. Есть. Окунь. На пятидюймовую резину. Приманка падает, всё, вскипает вокруг. Саша что-то словил. Чё, сошёл? Молодец, Саша. Проверим, что у нас там плавится. А, думаю, чё у меня не летит. У меня палка до 80 грамм и шнур двушка. А, думаю, чё у меня воблер не летит пятиграммовый. Или даже трёхграммовый. Опа! Опа! Ты, глядь, чё творится. Да зато, глянь, какой ясь. Извините. Глянь, какой ясь зато. Три грамма. Палкой до 70 грамм. На шнуре двоечка. Отличный экстрем. Спиннинг с тестом до 80 грамм. Катушка четырёхтысячник и шнур два ноль ПЕ. Нормально. И чабик. Грамма тревесом. Прекрасная рыба. Хорошие яськи, ложные. Отличный ясь. У меня для яся просто есть лайтовая палка до 56 и шнур один и два ПЕ. Ультралайт мой. Бигсот Е4. Ну, это как раз чабик кидать. Да. На всякий случай, давай-ка этот подсак. Всё-таки Саша что-то впрудил. Судак. Цвет. Спасибо. Рано, рано, рано ты его так поднял. Да, Саша. Второй судак Саша слил. Чё Саша творит, я не пойму. У Саши третья поклевка подряд. Я даже не буду брать подсак. Вот это выход уже. И выход хороший. Квокай, 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 квокай. Мы сегодня многостаночники. Саша там записывает видео для своего канала. Василий у нас квочет самов. Попробуем. Я тестирую сегодня спиннинг Nix DX от GS Company. 2,50 до 80 грамм. Ну, хороший подъём. Отличный подъём. Ещё б клюнул бы. Я вот только что поймал езя на этот спиннинг. Кидал трёхграммовый воблер. Спиннинг кидает трёхграммовый воблер. Согласитесь, какой хороший показатель для спиннинга. 80 граммового кидать трёхграммовый воблер. Делать мне нечего. Развлекаюсь называется. Ловим из-под стаи езя. Вот ходит яси лещ, а мы из-под этой стаи пытаемся ловить судака. Так, пока перемещались, увидели жерех ходит. Сейчас попробуем. Покидаем. А потом будем дальше судака пробовать. Снастка имени нашего егеря. Который сам их делает. Ой. Да, на Волге так. Ловишь одно, увидел что-то другое. Лови другое. Саша прёт. Всё-таки впер жереха. Пока я менял батарейку в камере. Мы рожденным, чтоб сказку сделать в Ильюн, преодолеть пространство и простор. А шоу и холодка же? Есть рыба? 60 граммчиков поставил. Плюс резина. Считай, что я уже 70. Вес поставил. Всё нормально. Вот так вот. А ты без поводка что-ли? Без поводка. Молодец, я тебя поздравляю. Ты это что? Я же судака ловил. А, ты же судака ловишь. А ты знаешь, я даже когда судака ловлю, ставлю. Мне лень было поставить поводок. Ну, значит, я сейчас буду её долавливать. Кому повезёт, у того и судак снесёт. Да, вот спиннинг, конечно, для Волгского джига. До 80 грамм. У меня, кстати, был спиннинг до 100 грамм. Тот вообще бы здесь ещё более идеальный был бы. Этот чуть будет поуниверсальный. До 80 всё-таки и 20 грамм прекрасно кинешь. Ты 3 грамма кинул. Я даже 3 грамма воблера кинь кинул. Да. Ну, вот сейчас вот висят две колобахи. 65 грамм. А меньше тут кидать и смысла нет. Потому что у меня даже 65 вот там висят. Места такие. Тут щука, по идее, должна быть. Оп. Есть что-то. Похоже щука. Кто молодец? Да, тут можно и меньше веса ставить. Можно смело 14 ставить, а даже 12. Так. Справа глубина. Да? Да. Конечно, Васян. Там-тарарарам. Васян. Там-тарарарам. Что-то тащит. Отлично. Так. Один я пока судака не поймал. Оп. Слушай, на подмотке и щука. И хорошая. В пол воды. Отлично. Класс. Я не хотел ее вытаскивать. Но мне она не нужна просто. Поэтому я ее и не хотел особо брать. То есть я сегодня по щуке специализируюсь, ребята. Вы по судаку, а я по щуке. Ну да. Отмолотила. Нехило. Опа. Вот она. А это у меня Биг Сод. И Е4. Ультралайт до 56. Вот так и ловим. Подходит ясь. Кидаю под езя. А так и кидаем под судака. Я не знаю. Ези это. Лещи это. Ловить надо. Вот Александр. Своим. Своей стойкой. Гордого рыцаря. Рыболовного фронта. И яркой футболкой. Портит меня вообще всю рыбалку по езю. Ты всего езям не отпугиваешь вообще-то. Я стараюсь. Я знаю, что ты стараешься. Жалко, ты что-нибудь ярко-красное не надел. Чтоб совсем ни один ясь не подошел к нам. Вот он ясь. Вот он ясь. Сиди, Саша, сиди. Выдыхай, бобер, выдыхай. Александр, помахай тут оранжевую сумку. Ух ты. Сошел. Со свечой. Санкрой работает дикая речка. Что ты хочешь? Вилдриева, что ли? Вилдриева. Да. Вот он ясь. Не жирит? Нет, ясь. Вот он ясь. Опа. Мы с тобой практически дуплет сделали. Красавелло. Василий, если вам не сложно, проведите операцию моему пациенту. Он маленький, мы его выпустим. Спасибо вам большое. Пациент очень рад. Вау. Опа. 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 Ну, не крупный. Вот ты видишь. О, вот. А у тебя крупный. А у меня не крупный был. Заглотил вообще до задницы этот юзуриковский эльминову 33. Опа. Есть. Какие перуэль это выдает. Ты смотри, а. Ну, глянь, хороший язюк. Все. Закончили мы рыбалку на сегодня. Ну, вообще, штиль. Жарища. Невозможно. То есть, уже на воде находиться. Мы уехали пообедать. Я думаю, что ближе к вечеру мы все-таки выйдем. Еще половим. Ну, что хочу сказать. Вообще, если честно, я ничему сильно не удивился, когда взялся тестировать вот этот спиннинг NXDX от компании GS Company. Потому что до этого, в прошлом году, я ловил таким же спиннингом до 100 грамм. Но единственное, что хочу сказать, вот я не люблю ловить весами 50+, поэтому, например, для меня более оптимальный выбор для таких мест, как и здесь на Волге, это именно вот этот спиннинг до 80. Потому что, если вы заметили, внимательно смотрели начало, я перепутал спиннинги, поставил на этот спиннинг воблер, вот этот воблер, чабик, 3,5 грамма, на спиннинг с тестом 30-80. И я поймал езя. А после этого я всю рыбалку ловил джигом весами от 12 до 75. Прекрасно, от 12 до 75. И я вам честно скажу, я уже говорил в видео, от 18 он мне стучал в руку. Ну и второе, что меня удивило, хотя и не сильно, это то, что... Вот этот мой Бигсот Е4 до 56 грамм сегодня выполнял роль ультралайта. Я им абсолютно успешно ловил чабиком 3,5 грамма. И этот спиннинг прекрасно справлялся с этой задачей. Но я надеюсь, что сейчас после того, как мы пообедаем и вечерком выйдем, я возьму с собой только 56-ю палку, вот этот ник Бигсот Е4, и пойду уже использовать его по назначению. Как-то так. Ладно, а за всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте все, что хотите. Мы сейчас отдохнем немножко, пообедаем, подремем, да и пойдем на рыбалку еще. Пока. Турганская Турганская Турганская